Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия. Я Александр Петров и мы находимся в шоппинг-центре Риверсайд, здесь замечательный магазин Коулс, но тема ролика как раз не эта, тема ролика наводнения и это стихийное бедствие, которое в принципе обычно здесь случается. Вы можете в принципе видеть, вот допустим, что происходит, я надеюсь, вы видите, да? Вот, и соответственно люди страдают, затопили дома, это наводнение было где-то очень немного превышало уровень, тот уровень, который был в прошлом году в Марке, То есть это нормальное осеннее наводнение, связанное с набильными дождями. Видимо, идет глобальное потепление или еще какие-то эффекты, но дождей стало побольше и в принципе вот это наводнение, оно, как бы говорят, катастрофическое, но на мой взгляд, понимаете, самая главная проблема Австралии это недостаток воды. Соответственно, ну вот, пожалуйста, воды много, надо каким-то образом эту воду аккумулировать, использовать, потому что вода это жизнь, aqualife, да? Соответственно, я думаю, ставится больше проблема, как я и в прошлом году говорил, это проблема не рачительного хозяйствования, не умного руководства, потому что умное руководство, естественно, превратит вот это вот все в рис, хлопок, в пшеницу и во многое что другое. У нас начинается опять-таки сезон, потому что сейчас будет вода спадать, немножко обветрится и буквально через неделю, может быть, буквально через несколько дней, дороги подсушат те, которые не затоплены и, соответственно, мы можем ездить в связи с понижением температуры, будет очень ранний сезон грибов. Соответственно, я вам не шучу, но семья из двух человек, пара, я не знаю, куда они это все денут, но срезают только шляпки тех же самых рыжиков, могут набрать такую машину, как у меня, Димакс, могут набрать, ну реально, килограммов 400-500 грибов. Но опять-таки, я не знаю, для чего это нужно, потому что все люди, которые здесь живут и потребляют грибы, наверное, этого хватит всем жителям Синнея на неделю, на две недели. То есть, реально у нас огромные запасы того, что считается вкусной, здоровой и дорогой пищей. Если вы на рынок, допустим, приходите, ну, соответственно, вы можете эти грибы купить, ну, по очень дорогой цене, хотя их, ну, грубо говоря, косой коси. К чему я это говорю? А к тому, что все эти стихийные бедствия на самом деле, знаете, как учат в Project Management и в Risk Management, это не риски, это не опасности, это возможности, возможности для того, чтобы сделать нашу страну счастливой. Просто я понимаю, что вот эти вот воды, не вешние, наоборот, а осенние воды, которые пришли в Австралию, это возможность для производства, допустим, сельскохозяйственной продукции, это возможность для производства той же самой рыбы, возможность для орошения и подвода воды, значит, и культуры, и увеличения населения в местах, где, в регионах, где очень низкая плоскость населения, развитие промышленности, это возможность, та же самая клиническая промышленность, металлургия, где требуются большие, допустим, запасы воды, это все можно аккумулировать. Это, как бы, природные данные, благо, состояние в Австралии, природные, если хотите, ресурсы. У нас переполнены сейчас водохранилища, соответственно, создана система аккумулирования воды, и поэтому излишков быть не может, это просто дополнительные возможности для развития страны. Вот. Не должно быть никакой паники. В действительности, как в Японии для землетрясений, потому что там часто были и есть землетрясения, есть система оповещения и индустрия, то есть вообще японская культура готова к этим землетрясениям. Конечно, я не думаю, что их можно использовать в полезных целях, по крайней мере, для этого еще не дошло, но люди готовы, и это не считается чем-то «ах, землетрясения, ну все, как она», «ах, цунами, ну все, мы все погибли». Этого нет, то есть народ к этому готовится, существуют даже финансовые определенные фонды, которые дают возможность быстро использовать финансовые средства для решения проблем, которые возникли в связи с землетрясениями. То же самое должно быть в Австралии. Но, опять-таки, в Австралии, я говорю, засуха – это замечательная возможность для того, чтобы выращивать что-то очень теплое. Наводнение – это подморы для выращивания любой сельскохозяйственной продукции, которая, естественно, требует воды и животноводства, кстати, тоже. У нас есть очень широкие луга, которые подтопляются даже при малейшем дожде, там, 2-3 дня, так ведь, да, не при наводнении. Соответственно, это собирается там трава, она укатывается в роллы, и люди эту траву, это сено продают. То есть это замечательная возможность для развития всего, и это не должно вызывать стресс. То есть люди не должны тонуть, опять-таки, люди не должны селиться в таких зонах, люди должны слушать тому, что говорят власти при эвакуационных каких-то мерах, и должны быть очень внимательны и подготовлены, чтобы не было такого, что, допустим, мать, сын утонули в машине, потому что поехали по территории, которая была закрыта по какой-то причине, пакистанский студент утонул, потому что испугался и ушел под воду, и даже стеклоподъемники испугался опустить, хотя был на глубине 1 метр над ним, то есть спокойно открывал, выныривал, и все, он был жив. Но он напугался, погиб, а потом не смог открыть двери, же паниковал и утонул. То есть вот здесь этого ничего не будет, жертвы не будет, а благосостояние будет увеличено, и страна станет процветающей. Австралия должна не 25 миллионов иметь, Австралия должна иметь 400-500 миллионов человек, которые будут здесь жить, сделают страну счастливой, мощной и прекрасной. Вот какие уроки наводнения, вот почему наводнение в Австралии, это не так уж и плохо. Я живу в зоне, где это наводнение Фокбери, Непель, это моя зона, но я не испытываю никаких проблем. Почему бытушки, да, я покупал жилье, посмотрел в условиях контракта, какая возможность подтопляемости, 0 в 500 лет. Все, я эту недвижимость купил, и, соответственно, она будет только расти в цене. А, you can use it, not a problem, no worries, Mike. Так что, дорогие друзья, добро пожаловать в Австралию, добро пожаловать в нормальные новости о событиях в Австралии. Спасибо.